Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Западной Армении Арманак Абрамян посетил южные пограничные районы Арцаха. Интервью госпожи Лидия Маркусян, представителя Западной Армении при ООН, Араик Рутюнян встретился с командующими добровольческих подразделений. Европейский парламент одобрил предложение о приостановке финансирования правительства Турции. Майк Помпео, действия Турции носят очень агрессивный характер. Анкара и Бакуу совершили геноцид в Арцахе. Предложен международный трибунал. Достопримечательности Западной Армении – загадочный Хивюкский замок Себастии. Во время своего визита в Арцах президент Арманак Абрамян также посетил в южные оборонительные районы, побеседовал с офицерами и солдатами, а также посетил воинскую часть, в которой из 400 солдат выжили 60 человек. Несмотря на тяжелые потери, их боевой дух не сломлен. Даже сейчас, когда они должны передать позиции миротворцам, они не хотят покидать позиции и готовы продолжать бой. По словам президента Арманака Абрамяна, за эти три месяца наши парни увидели трудности, которые укрепили их. Необходимо поддерживать наших парней и быть с ними. В этом вопросе значим роль борцов за свободу 90-х годов. В нашем эфире представитель Республики Западной Армении при ООН Лидия Маркусян рассказала об армянском вопросе, выразила позицию Республики Западной Армении по вопросу Арцаха. Она представила свое видение у регулирования этой агрессивной войны и отметила, что борьба продолжается. Армяне должны отстаивать свои права, международные законы должны работать, потому что армяне уважают международное право и почти всегда оказываются в несоправедливой ситуации. Вы можете посмотреть интервью на нашем ютуб-канале. Президент Арцаха Райка Рутюня встретился с командующими добровольческих подразделений, чтобы обсудить причины сдачи Шуши. Президент Арцаха представил ситуацию в первую очередь проблемы, с которыми столкнулась армия, почему на этих условиях было подписано перемирие. Участники единогласно заявили, что их борьба не окончена. Необходимо разобраться в ситуации и приступить к благородному делу – построению мощной армии. Каждый должен сыграть свою роль в победе в следующих войнах. В заседании вместе со многими командирами участвовал также Сурен Шаумян. Европейский парламент одобрил предложение греческого депутата Никаса Андроулакиса о прекращении финансирования турецкого правительства, сообщает Greek Reporter. Мы сообщаем и прекращаем финансирование правительства Турции, Азербайджана и Белоруссии, потому что необходимым условием для получения европейского финансирования является соблюдение прав человека. Верховенство закона и международного права отмечает Андроулакис в своем выступлении в парламенте. Он, докладчик комитета по иностранным делам по бюджету на 2021 год, предложил предоставить европейские средства неправительственным организациям в Турции, таким как НПО и правозащитникам внутри страны, а не правительству Турции. В период с 2014 по 2018 год Турция получила в общей сложности около 3,6 млрд евро. Минская группа должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты «Лефигаро» по завершении его переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле-Дрианом. США совместно с Францией и Россией являются с председателями Минской группы, главной целью которой является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Именно в этих рамках и следует урегулирование ситуации, отмечает Помпео. При этом он особо говорит, что США обеспокоены ростом военного потенциала Турции. Мы выразили такую озабоченность как на уровне личных встреч, так и публичном. Европе и США надлежит работать совместно с тем, чтобы убедить Реджепа Таипа Эрдогана, что действия, подобные тем, что он предпринимает, не отвечают интересам его народа, подчеркивает госсекретарь США. Совместно с президентом Макроном мы провели продолжительное обсуждение недавних действий Турции и пришли к согласию относительно того, что они носят очень агрессивный характер. Совместно с президентом Макроном мы провели продолжительное обсуждение недавних действий Турции и пришли к согласию относительно того, что они носят очень агрессивный характер. Идет ли речь о ее поддержке Азербайджана или содействия развертыванию сирийских сил в регионе. Также мы обсудили действия Турции в Ливии, где эта страна также содействовала развертыванию формирования третьих стран. Были обсуждены действия Турции в Восточном Средиземноморье. Такой перечень можно и продолжить, отмечает Помпео. Газета Айастан Яндропетутюн, депутат Европарламента Иван Давид, подтверждает, что азербайджанская и турецкая армии в Нагорном Карабахе совершили геноцид и предоставляет доказательства этого. Против Армении был сформирован своеобразный мусульманский союз. Россия остановила войну, не сразившись ни с одним из ее участников. Совершен геноцид. Я видел видеоматериалы, снятые азербайджанскими солдатами, которые убивают мирных жителей и пленных. Азербайджанцы разрушали гражданскую инфраструктуру, что является военным преступлением, поскольку война может вестись только против вооруженных сил врага. Так архарактеризовал депутат Европарламента Иван Давид, развязанную Азербайджаном войну против Арцаха в интервью данному корреспонденту чешской газеты. Он также подчеркнул, что часть используемого там оружия была произведена в Чехии. При всем уважении к народам Европы, особенно к некоторым из их представителей, нельзя не подчеркнуть, старый свет вовсе не место для экспорта ценностей и разговоров о цивилизации. Европа издалека наблюдала за войной цивилизации и варварством в Арцахе и решила не вмешиваться. Полная статья доступна на нашем сайте. Крепость Хевюк, расположенная на 30 километрах от центра города Себастья Западной Армении, ждет своего часа. Считается, что крепость использовалась хетами и византийцами. В византийский период она использовалась как водохранилище. Особенность крепости в том, что входная дверь в тоннель снаружи не видна. Эта загадка вызывает интерес горожан. Разрушение крепости искателями сокровища вызвало бурную реакцию местных жителей. На данный момент неизвестно, что будет дальше с замком. Местные жители требуют, чтобы власти отреставрировали и открыли крепость для туристов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Комитас Орер. Полная версия видеопроцесса. Подставлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.